Субтитры сделал DimaTorzok И они перестали говорить и Revelations, и Цифру называть Они порушили мои устои детства Я привык слышать Resident Evil и Цифру Это все равно, что знаете, как смотреть последний Терминатор И там в конце музыка играет только вступление А основная тема не начинает играть И в кинотеатре, когда мы смотрели этот фильм Кто-то не выдержал и запел Та-да-да Всем на радость Русские-русские-русские-русские-русские-русские-русские-русские-русские-ок Смотрите, обязательные настройки в игре Это интересно Зачем? Просто перед игрой, смотрите, опа-опа-опа Ну, суровое испытание навыков Давайте, я козырну скиллами нахрен Ничего мне ваше испытание Написано, что эта игра будет в жанре survival horror Наконец-то, а не оголтелый шутан Страх перед ночью Страх перед тем, что не ест на ночь Что? Био-террор Я уже думал, что это Сэмюэль ЭТО стоит А первой части Revelation'а я помню только одно То, что она мне не понравилась Эта фишка со сканированием С помощью оптического прибора Это просто капец Вот первую миссию Если вспомнить, где 20 минут бегаешь по пляжу И сканируешь кучу дерьма Это невероятное Просто уныние Поэтому я не возлагаю особых надежд на вторую часть Мы жёсткая метла, метущая парашу О, социальная реклама что-то Нас называют Ебланы Терасейв После Тер не обязательно следует Арист Ещё иногда следует Ритория А это носатая Джилка Похожая на Джейка Джилленхола в юбке А, это Клэр А это кто? Это Натали Портман, я вижу Так, это Мойра Ой А, Мойра, ёпта Сестра Младшая сестра Хелена Вот та секси-жопа В халатике из шестой части Резидента Решили про неё замутить что-то Да надо же Или это другая Мойра Потому что про ту Мойру вроде как говорили Что она знает себе гуляй-бухай Но ни в коем случае не полицейский Барри? Где Барри? Тот самый Барри из первой части Барри из первой части Окей Ты делал твоё работа Какие другие ужасные инвазии Проверили, если ты там Эй, мне нужно посмотреть на Террасейф У нас есть наши враги В любом случае Хороший успех, бросать её в У нас есть наши враги Она не плача До свидания До свидания Ух Ух Что ты делаешь на это время? Барри Каждый раз я его спросил Что-то Он вернулся Я бы даже не был здесь Если я слушала Умбрелла нападает, да? Угадал? Не, это не Джейк Джилленхол Это Тринити С длинными волосами Ух С длинными волосами Девушки Ух Ух Тринити Эй Ух 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 Эй Клэра Эдфилд Ты придёшь Ух 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 Ясуши Ампо, директор. Если эта часть будет неудачной, проклинайте именно его. Почему она открылась? Я ничего не делала. Значит, это её открыла не ты, блин. Подождите, я не могу с такой камерой играть. Да, пришлось в 60 фпс записывать эту хрень, чтобы она дёргаться перестала. Я не знаю, с чем это связано. Я лично связываю это с кривыми руками разработчика. Если прислушаться, я слышу или радио, или голос диктора какого-то, который говорит на русском языке. Это Мойра? Диправление А и управление Б. Блин, а если я отключу к хуям собачьим, геймпад у меня появится? А, вот клавиатура и мышка. Клавиатура подробности. Где здесь бег ваш, чёрт бы вас, побрал? На альт, блядь. Отлично, блядь. Классно вообще. Вы до этого, до этого хотя бы игры-то делали какие-нибудь другие. Вы знаете, что это, блин, негласное правило, мне кажется, что во всех играх спринтовать нужно на shift, блядь. Вы можете посочинять на тему приседать, на control или на c здесь на control. Но, блядь, не трогайте клавишу бега. Оставьте её, блин, такой, какой она должна быть. Уроды. И так в этой игре, походу, выживать будут две овцы. Если бы овца была одна, шансы выживания бы ещё какие-то были. Но их две, поэтому шансов нет. Две дуры, это вообще в два раза хуже. Одна ещё и ноет. Сбегите из комплекса. Ну, двери открываются, но никаких зэков там нет. К чёрту атмосферную ходьбу, я хочу уже куда-нибудь выйти. Иди отсюда. Висят трупы. О, боже, какой survival horror. О, боже, как страшно. Чуть не грохнулся. Какая-то жопа у неё здесь жирноватая в этой части. А я понял, почему камера такая неудобная. Потому что камера не закреплена на спине героя. То есть вертикальная ось идёт, знаете откуда? От её шеи. То есть слишком высоко задрали эту вертикальную ось. Поэтому так неудобно здесь её управлять. Ну, то есть типа она голову подымает, опускает. На каблуках, наверное, очень удобно там бегать. Интересно, и зачем тут это мясо висит? Для чего оно нужно? Я понимаю, что в первую очередь для декорации, но... О, ещё какая-то тёлка орёт. Они, походу, Кубаб похищали, да? О, неплохо. Я смотрю, что Мойру не удивляют вот эти потоки крови. А, вон, кого-то замочили. Она дышит. Но это биологическая куча дерьма из предыдущей части Revelation. Это ни в коем случае не труп. Что за хуй? Никаких подробностей никто не выдаёт, если нажимать на Е. Если раньше, помните, в резиденте что-то подходишь? А, она теперь сама что-то говорит. Обратите внимание, какой высокий стол. Думаю, что мясник, который за ним работал, ростом в два раза примерно выше, чем Клэр. Так. Нож. Ну, а тебе достался фонарик, извини. Если мы будем играть как в Волоневейке, что здесь от света только всё умирать начинает, то... то не знаю вообще, зачем мне нужен этот оруженосец, который носит за мной мой фонарик. Долбанная камера. Господи, как неудобно. Начинаются записки правила мониторинга испытуемых. Участники экспериментов обязаны соблюдать следующие правила. Наблюдение за испытуемыми вести круглосуточно. Отслеживать все изменения датчика. Регистрировать его состояние каждые 10 минут. Испытуемых с признаками аномалий утилизировать немедленно. То есть, вот те вот, кто на крючек висит, это утилизация, да, считается? Не сжечь там. Не распылить, не расщепить. Повесили на крючок и нормально утилизирован. Двери немножко по олдскульному открываются, да. Я ничего не знаю, есть ли здесь какой-то кооператив. Мне кажется, что нету, потому что... Иначе просто между двумя игроками вспыхнула бы адская драка. Зато кто будет ходить с ножом, а кто с фонариком. Очень бесшумно двигаются главные героини. Блядь, пиздец. Вот ублюдок, я чуть нахрен кучу не наделал. И давно в Resident Evil его так резко в бомбы вываливаются. Мне кажется, мой туз теперь стал квадратный. По форме высранного только что кирпича. Хорошо. Наконец-то эта игра становится интересной. Я люблю такую хуйню, мне нравится. Давай быстрее, там кого-то ебут уже без нас. Слышите эти крики? Ай, помогите, двое насилуют. Ай, помогите, трое насилуют. Ну, бляха, муха, да ты можешь за один заход ее затолкать? Она вот потолкала-потолкала и перестает это делать. Да, я бы погнался за ним, если бы мне дали. Но когда Клэр увидела эту херню, она подняла локоть и остановилась. Нет, подождите, я не могу еще немножечко настроек. Это просто невероятная хренатень. А где... А где я настраивал чувствительность? Ага, скорость камеры. Да давай ты, бля! Какое меню здесь уебищное тоже? Просто... И вот, смотрите, сейчас идет загрузка. Я же поменял целую единичку в скорости монитора. Все равно, все равно невероятно. Я уже и на мышке настраиваю, и так настраиваю. Либо медленно, либо... Нет, просто дело не в том, что даже медленно и быстро. Дело в том, что неудобно. Экран предметов на Т. Ну да. Ведь инвентарь начинается со слова Т. Инвентарь, блин. Да. Логика с камерой и с управлением не ясна. Спасибо, что хоть изображение не широкоформатное. Там Мойра так взвизгнула сейчас. Блядь, все дергается, что-то колбасит. Не страшно им туда свои пальцы подсовывать? Они же не видят, что там. О! Джина? Бей ее ножом в почку. Звериные глаза. О, боже. Правильно говорить, знала, а не знаешь. Она померла. Сейчас ее ножом запарю. Никого пока нету. Ключ от экспериментального корпуса. В смысле, нужен? Карты нет, ничего нет. А вот это у него не ключ от экспериментального корпуса висит. Бабы. Бабы. А, окей. О, Господи! Нет! Бабы. Бабы никогда ничего не могут сделать нормально. Всегда у них все через жопу. Найдите ключ. Спасибо за этот геморрой. Ну че? Ёп-то, я думал, надо на кнопку нажать. Там кто-то дышит. Тут кто-то дышит. И здесь кто-то дышит. И тут кто-то дышит. А там, я вижу, лежат классические красные патроны. Тут ничего нет. Да ёп-то ж, ну конечно. А где мой нож? А, вот он. Мне кажется, она бегала только что с пустыми руками. А когда я взмахнул, у неё нож материализовался в ладошке. Ой, блин, всё. Да. Интересно, сколько кадров в секунду выдаёт эта игра? Неужели кадров 15, наверное? Да, у меня сейчас FPS просел до пятнашки ровно. Глаз-алмаз. Ну конечно просел. Ведь тут запредельно крутая графика в этой части. Просто прям... Рубин. 250 бонусных очков. Нахрена здесь бонусные очки? Здесь даже вот по ощущениям, когда она бегает, это... Она, знаете, бегает, ну движение у неё, как будто игра какая-то аркадная. Хренатень, но никак не Resident Evil. То есть она, она, кстати, уже... Она бегает уже автоматом, кстати говоря. Я даже не знаю, не знаю, есть ли здесь какая-то ходьба. Вот, пока ходили, уже ключ сперва. Нет, это не может быть кооператив, потому что вторая баба не умеет ни стрелять, ничего. Она увидела пистолет и спросила, с какого конца пули вылетает. И это называется хоррор, да? А, ой, блин, тут за двух персонажей сразу играешь. Вот круто-то. Ну, это интересный тактический ход, конечно. Ты думаешь, он может быть снягнут на что-то на пути вниз? При падении за что-то зацепился. Да, именно ключами. Сейчас нифига не переключится. Клэр, я вижу ключ! Ебнуться можно. Офигенно. Опять, 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 заметишь, что пропал, пропал к хренам собачьим лазерный прицел. И появилось уродливое перекрестие, блядь, в четверть экрана. Чтоб даже если у вас, ну, очень плохое зрение, вы видели. Куда целится ваш персонаж. Каким хером он мог туда зацепиться, я не знаю, но... Хочу сказать, что эти ключи я искал минут 10 здесь бегал. Просто не мог понять, что происходит. Да, базара нету, что они выпрыгивают здесь резко. Но это, блин, походу, резкие выпрыгивания монстров, это единственное достоинство этой игры, да? Да. Оу, надо валить отсюда. Зомби вооружен ножом. Это зомби какого-то пирата, он еще и прыгает. Ну, давай на ножах сразимся, я вижу, что ты хочешь. Померится с силушкой. Ой, да у него... У тебя тесак мощнее. Стрельба в этой игре это тоже боль в заднице. Еще какая. Да, ну нахуй. Это просто невозможно, блядь, стрелять с таким управлением, как бы, я не знаю, может на джойстике. Мне кажется, да, мне кажется, вот эта чувствительность, вот эта невероятная, это для джойстика. Чтобы стик чуть-чуть тронул. И уже прицел задрался тут же. Здоровья нет, ничего нет, все лагает. Здесь быстро используются травы, наконец. О, да. Я на самом деле даже не знаю, что говорить. У меня такой депресняк от этой игры. Да пошел ты, блядь. Где спринт-то? Да пошел ты нахер. Она сама вышла в эту дверь, даже нажимать ничего не пришлось. А она поняла, что лучше не надеяться на мою стрельбу. Как и на эту, блядь, камень. Ой, блядь. И аллилуйя, мы вышли. И тут дробовик. Ружье. М147С. Вот нет бы отдать его подруге своей, но нет. Обойдется. А, вот она говорит, тебе тоже нужен ствол, Мойра. Нет, правда не нужен. Прости, с огнестрелом я не дружу, понятно. Ну да, та самая Мойра. Та самая тупая баба. Да, да, например, я не знаю, арматуры кусок ей. Я буду типа фонарем работать, говорит она. И че? Мне нужен гвоздодер. А, то есть каждый раз, когда надо что-то найти, мы включаем Мойру. И смотрим, когда будет блестеть что-то. Вот мы нашли топаз, вот мы нашли монтировку. Клэр, ты видел это, да? Нет, это был глюк. И здесь ничего, и здесь ничего, понятно. Подбор предметов и открывание дверей зачем-то решили сделать на разные кнопки. Ну, раскидать управление, чтобы вы не путали, что если подходите, видимо, к двери, перед которой лежат патроны, чтобы вы случайно не открыли дверь, вместо того, чтобы их взять, или наоборот. Есть ли здесь какое-то сохранение, у меня вопрос. Каждая травка, я смотрю, превращается в спрей здесь. Это серьезный апгрейд лечения. В угоду экономичности. Кто эту поэзию цитирует? Заметили ноу-хау телефон, встроенный в браслетик? Браслеты страха. И кто именно ты? Круто. Так много страданий. Ты даже не знаешь, что ты не знаешь. По распоряжению директора. На-на-на, бла-бла-бла. Очень интересно, спасибо, идите в жопу. Мне нужна шестеренка. Ох, нихуя себе. Вот это пылесос-уборщик. Мега трэш 4000. И вот, наконец-то, здесь, только здесь, игра перестала, ну, лагать. И персонаж перестал дергаться и начал бегать так, как он должен бегать. Тем более при 60 FPS, я в настройке здесь посмотрел. То есть, плавненько, хорошо. Короче, в этой игре надо было начало пережить. Ушлепанское питание не хватает. Начало этой игры просто у меня немножко... Что это? Жгут. Повязка, останавливающаяся коротечения. Вы можете использовать ее тогда, когда находитесь у партнера. Да нахер надо. Вы можете улучшать, обменивать оружие за верстаком. С кем это обменивать с верстаком? Улучшение, установка и удаление специальных деталей для усиления оружия. Обмен. Перестановка оружия в инвентаре. А, понятно. Очень круто. F. Ящик с деталями. Ну, давай. Урон уровень 1. Ждите. Улучшить. Улучшил. Подтвердить. 1, 2, 3, 4. Заметьте, да, как цифры идут? Не по порядку. Зачем это сделано? Для максимального неудобства. Я просто не знаю. Зачем еще так... Переставлять эти долбаные кнопки. Понятно, начинается. Мне так первую часть напоминает. Заперто с другой стороны. Дверь вообще никогда не откроется и тому подобное. Круто. Мойра, я тебе даю буст. Посмотрите, если ты можешь подниматься. В общем-то, загадки в стиле куда и как пройти, они решают сами. Я так погляжу. Чего? Для поиска точки отпирания. У тебя в руках гвоздодер. Точка отпирания. Там куда ты его воткнуть умудришься. Госпожа, точки отрицательно можно. Да иди ты нахуй. Я быстро... Я, блядь, не понимаю, что вы пишете. Мне кажется, я быстрее сам найду. Что такое усовершенствовать? Что такое усовершенствовать? Иногда точек, чтобы разблокировать коробку, нужно найти все. Ёб твою мать. Это что за пиздец какой-то? Это вот так они взлом предлагают? Да пошла нахуй. Усовершенствовать это имеется ввиду ломануть. Я так понимаю, что перевод тоже здесь выполнил. Я не могу это делать. А вот это и дверь с той стороны, которая открывается. Шикарно. Господи. Да, взлом коробки с помощью гвоздодера выглядит здесь намного сложнее, чем взлом замка в воре с помощью отмычки. Какие-то точки там, что-то хуёчки надо. Что-то пристыковать, блядь. У тебя гвоздодёр, блядь. Что ты умничаешь? Да, закрыто. Почему этот исследовательский комплекс похож на заброшенную хрущёвку, мать его? Это какой-то алькатрас, видимо, покинутый. Неплохо я его делал. Чё он тут охранял? Ничего. Слушай, ты с фонариком, ты чё-нибудь светить будешь сегодня, нет? Дорогая мама, не знаю, прочтешь ли ты это когда-нибудь, но ты мне нужна. Нас называют под опытами, нас пытают каждый день. Каждый день. За что мне всё это? Почему это происходит? Мне очень больно. Каждый день. Я боюсь того, что будет дальше. Мама, пожалуйста, пожалуйста, помоги. Круто. Письмо забыла только отправить. Поэтому здесь валяется. Это у нас чего? Это у нас ничего. Фаталити. Двойное фаталити. А, не могу не заметить, что трупы ложатся в одной позе. Что вообще ни разу не круто. Упс. А это для разнообразия лёг на живот тут же. Услышал. Услышал мою предъяву. Датчики, которыми оснащены испытуемые, будут измерять их уровень адреналина и норадреналина. Норадреналина. Для расчёта испытаемого им страха. Цвета означают всё чистое. Они зелёный нормалёк. Оранжевая тревога. Красный страх. Мигающий красный страх. Красная мутация. Если датчик загорается красным цветом, то испытуемые уже находятся на стадии мутации. Его нужно немедленно застрелить. То есть вот эти люди просто испугались и поэтому мутировали. Это как бы не зомби. Я даже смотрю, что они внешне похожи на монстров из франшизы «Поворот не туда». Вот как сейчас был. Просто яростный поворот не туда во время спринта из-за дулацкой камеры. Ничего не работает, ничего не открывается. Гамма в игре белёсая. Я при рендере исправлю, но иметь в виду, что у меня темнота, она просто серая. Человек изъявил желание пройти через ворота. Превратник ответил. Если в самом деле хочешь пройти, наружь правила иди. Но предупреждаю, я лишь скромный привратник. Увидев тех, кто за воротами, ты задрожишь от страха. А ещё я достану дробовик и выстрелю тебе в спину. Наглый ублюдок. Опять переключаемся и взломаем ящик. А взлом этих ящиков рискует стать моей любимой частью в этой игре. Я не понимаю, вот, жёлтый цвет, что? Как это работает? Нет, я нихуя не понимаю. Ну... Пфуф! Ха-ха! Это какой-то рандом, что ли? Смотрите, вот территория, где жёлтая она. А, вот она ещё текстуру меняет на какую-то расплывчатую. Или мне просто показалось, судя по всему. Ну, теперь-то в центре. Нет. Мне никогда не надоест этот взлом. Это так потрясающе. Может, красный надо взломать? Нет, однозначно не красный. Вот чем вот здесь отличается, блядь, от вот здесь, а? Почти попал. Сработало. Ура! Этот взлом действительно, он действительно великолепен, прекрасен и просто отличен. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, господи. Так, а вот здесь какое-нибудь сохранение? Нет. А, чекпоинты, если здесь чекпоинты... Ёп, твою мать. Бежим. Сзади, дура, блядь. Сзади, ёпта. Чё ты стоишь, я же сказал, бежим. Это похоже на пирамиду Хэду. На, нахуй, это паром поебалу, потому что... Бестолковому. Опс. Ой, двойной ван-дам прошел у него. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Пока он пиздит мою подругу, я пробегу вперед и посмотрю, есть ли здесь чего-нибудь интересного. Здесь нихуя не работает. По-прежнему камера просто насилует мои нервы. Отлично. Мы прошли этот сложный момент. Что это такое? Взрывчатая бутылка. Шифт-бросок. Отлично. Так-так. А вот он, ржавый ключ. Что-то тут все осыпается, как будто вот-вот развалится нахрен все это долбанное здание. Ой, блин, да. Ага. А тут я уже был. У меня есть ржавый ключ. Сраные технологии. Ну да, такой хай-тек. А, подождите, ржавый ключ. А это что, что это он тут ходит-то? Отведай взрывные бутылки, ублюдище. А, ну мы видим, что он серьезно пострадал. Он, он просто, я не знаю, ему оторвало несколько конечностей. Просто это забыли нарисовать, я уверен. В любом случае, здоровье у него уже не то. А, что было раньше. Спрыгнуть. Можно спрыгнуть и сдриснуть отсюда. И это будет хорошей идеей. Потому что драться с ними, драться с этими вообще бесполезно. Столько, столько снарядов из дробовика выдерживают. Все патроны из пистолета. Все на них потрачено. А, им пофигу. Но он куда-то ушел, и это хорошо. Может, это местный босс, типа Немезиса он. Какие огромные тараканы. Да это, блин, не таракан, а скорпион настоящий, ёпая. Значок партнера. Если ваш партнер погибнет, пока вы отделены, игра закончится. Во время отделения будет обраться значок. Да нахуй мне нужен ваш значок. Здесь надо по-быстрому, да, что-то сделать. Что? Ты смеешься? и чё ухудшение непрерывное свечение фонарем глаза врагу с помощью кнопки ослепляет врага и делать его неуязвимым делать его уязвимым два удара гвоздодером заменяют для 10 выстрелов из пистолета так смотрят топа службе патронов нашла клэр от пизжина уже до него это состояние просто невозможности да надеюсь здесь по традиции лечится сразу обе бабенки не по одной так и чё тут а тут ничего питание включил начнадо идти обратно шестеренку выковыривать дайте пизды этим тараканам а лута с них не падает никакого раньше как как убьёшь кого нибудь сразу хоп патроны выпали ай блин да сильнейшая сильнейшая игра нет ну какая разница у нас нет патронов у нас нож и фонарик нам надо рашить нам надо просто отсюда свинтить при том во время спринта есть хороший хороший шанс из-за камеры уебаться головой об стену и сдохнуть а эти роботы заработали заработали да и умер потому что спринт в этой игре просто ган я не знаю в общем а знаете что мне мне не нравится эта игра вот что я хочу сказать меня на просто вообще не нравится я не хочу больше не играть это просто ужасно мне не нравится есть управление мне нравится здесь блять вообще все хотите попробуйте сами я блять манал я это просто пиздец на мой взгляд ты нахуй не резиденты вилла то хуйня вот